Хочу сейчас сказать, что этот проект называется Сандалвуд. Сандалвуд. Сандаловое дерево. Да. Он имеет четыре стадии. Мы сейчас с вами находимся во второй стадии, самой большой. Она была построена тоже в 88-90-е годы. Значит, чем она отличается? Во-первых, то, о чем я говорила, здесь земля, которая находится за забором, это принадлежит вам. Вы платите месячную оплату до 400 долларов тоже в месяц. Это таунхаус как-то, да? Да, это называется таунхаус, двухэтажный. Мы пойдем посмотрим. Значит, здесь получается все, что касается за забором, укаживает ассоциация. То есть стрижет травку, видите, как подстрижено. Указывает за паркингом, забирает мусор. Абсолютно все делает ассоциация. Теперь озера тоже заливает специальной жидкостью, чтобы нет. Освещение уличное. Все абсолютно делает ассоциация. И включается вода и кабель. А вот забор, например, что будет менять? Забор они меняют. Вот здесь, например, посмотрите, да, это помененные заборы, а вот там нет. А, видно хорошо, да, да. Вот мы зашли в калиточку, вот в эту. И дворик. Дворик, надо сказать, существенно больше, чем вы можете ожидать от таунхауза. Света, Света, прокомментируй. Я говорю, что дворик раза в два больше, чем ты обычно в таунхаузе имеешь. Дворик большой. Вот мы, друзья, вошли во входную дверь. И тут у нас там кухонька. Здесь лестница пошла на второй этаж. Здесь очень симпатичная комната, пол хороший. И нам Ирина рассказывает... Я хочу сказать так, значит, это таунхауза. Это одни из самых популярных проектов, которые у нас есть. Люди, семьи, все хотят здесь жить, начинающие. Почему? Потому что здесь вот создается ощущение своего собственного дома. Засчет вот этого дворика. Да. Все, вы себе выходите, и у вас, это ваша территория. Вы можете ставить гриль, вы можете ставить сетку, вы можете ставить бассейн для детей, все, что вы хотите. Да. Все, что за этой территорией укаживает с ассоциейшн. Забор тоже. Вот они будут менять, видите, вот там поменялись. То есть, скажем, для семьи с детками это уже существенно иметь свой дворик. Абсолютно. С собакой. Абсолютно. Хорошо. Значит, здесь 400 и 418 в зависимости от ассоциейшн платить заключается вода и камень, что тоже очень важно. И страховка. А почем вещи? Значит, вещи, да, она дороже. Она сейчас можно, наверное, где-то взять 140 до 160 тысяч. В зависимости от того, что сделано внутри. Тоже очень доступно. И в зависимости опять от локейшн, потому что так построены домики, что можно смотреть лицом друг к другу, а можно смотреть опять озеро. Аренда сколько? Аренда быстро улетает без всяких шутеров. Здесь 1500-1600. Хорошо. А площадь какая? Площадь 1300. Без дворик. Это два бедрума. Три-два бедрума. То есть, имеется ввиду, что у вас здесь есть, так на самом деле, два бедрума. То есть, у вас пришли гости, вы себе пустили их сюда, и никто не заходит в ваши апартаменты. Эта кухня уже сделана. То есть, здесь в оригинале висели такие шкафы. Да, да, они сняли. Вот еще мы показывали в предыдущем. Здесь сняли, и вот у вас открывается вот эта огромная кухня. Конечно, конечно, конечно. И открывается вот это помещение большое. Они экраник новый поставили, правда? Да, это все, да. Сделать такую кухню, сделать такую кухню, это поменяли, собственно говоря, здесь оно было в оригинале, просто поменяли вот само качество. Сделать такую кухню? Сделать такую кухню, но это стоит, может быть, три тысячи. Всего? Да. Потому что здесь нету, ну, в зависимости от материала кухни, с собой, конечно. Если не менять аплайнс? То есть, с аплайнс? Да, плюс аплайнс, да. Если поменять все аплайнс, еще пару тысяч. Нет, аплайнс даже меньше. Я же вам сказала, что если брать на распродаже, тоже поможем все брать. Хорошо, понятно. Так что, чтобы не волновались. Есть места. Это все вещи, которые все решаемые, да. Вы посмотрите на это огромное, огромное помещение. Слушайте, а как же добираться до... Очень легко. Вы поняетесь и все. Это, как бы, можно сказать, что одежный шкафчик при входе. Ну, или ложится всякое, велосипеды сюда, улучшить все что угодно. Ну, да. Так. Ну, что, идем наверх. Я хочу обратить внимание, чем отличаются эти лестницы. Эти лестницы очень пологие. По сравнению с теми, которые мы видели в первом апартнете, они очень высокие, как сказать, пролеты высокие. Да. А это лестницы, по которым люди свободно могут ходить. Поэтому здесь комьюнити, это комьюнити всех возрастов. Здесь есть люди и 60 лет, и 70 лет. И, конечно, очень много молодых семей тоже. Можно сказать, что это, как бы, что это, как бы, такое место, где много entry-level, как бы, покупателей. Да. Здесь очень много. На это комьюнити очень легко взять моргидж. Очень легко. А что это значит? Кредиты. А что кредит зависит от того, где ты покупаешь? Это тоже зависит. Правда? Потому что это не экономим. И, опять-таки, потому что здесь очень стабильная ассоциация, у них свои резервы. И, опять-таки, здесь 3% можно взять. Они на все абсолютно виды моргиджей, которые, кредитов, которые существуют в Америке. Вот это вот Qualify. Интересно, да. Я не буду, опять-таки, касаться темы. Но существует организация, которая называется Fannie Mae, Кради Мэк. Конечно. Которая имеет свои параметры, по которым дает кредиты, так вот, и разрешает банкам. Они как бы государством поддерживаются специально, да. Они, комьюнити, должны обязательно иметь определенные, как говорится, параметры для того, чтобы вот это Fannie Mae разрешило, квалифицировало. И вот это комьюнити отквалифицировало. Слушайте, ничего себе шкафчик, да? Да. Посмотрите, внутри накладят. Да. Хороший. Нет, в тени, между тем, который смотрит на озеро и смотрит на паркер-блор, какая будет. Вот, посмотрите, сейчас в бассерум. Это мастер-комната у нас. Так, я хочу... Светик, зайди, пожалуйста, в угол туда. Я хочу показать вот по диагонали, как это все выглядит. Значит, здесь, получается, хороший... Это может влезть даже плинг-сайз. Да, так. То есть две тумбочки плинг-сайз. Очень хорошо. И комод, например. Это метров 16 комнаты. Метров 20. Даже 20. Большая комната. Большая комната. Большой шкаф. Так, туалетец. Туалет. Туалетец. Так, смотрим. Да. Этот туалет продукт своего времени. Абсолютно. Это я вам хочу показать. Вот, он не сильно менялся с тех пор. Нет, нет. Вот эти все рамки. Это original только кухня сделанная. Вот если бы, допустим, ты взяла бы и делала эту квартиру под себя, например, да? Таунхаус. Сколько бы денег ты потратила, чтобы привести его в хорошее чувство? Ну, послушай, здесь цены, насколько я поняла, намного ниже, чем у нас. Даже вот эти апплайнсы были озвучены ценой, у нас нет таких цен вообще. Ну, хорошо. Так чего? У нас все стоит ровно в два раза дороже. И раб силы тоже. Да. Поэтому сказать, сколько бюджет. Я не знаю. Я знаю, что я сделала в квартире ремонт на 30 тысяч. Так, давай специалисты спросим, вот если бы вы делали из него конфетку, конфетку. Конфетку для себя? Да. По чем бы вам вышло? Ну, это хорошие 30 тысяч. Но если бы я делала это для аренды… Конфетку, но для аренды. Нет, я думаю, что 1015 можно было бы это максимально вложить. Максимально. Понял. То есть с заменой карпета. Да, с заменой карпета. Здесь бы я поставила новое или даже покрасила. У нас существует такое понятие не украсить, а делать как реновейшн вот этих занятий. Я хочу сказать, у нас ребята делают очень хорошую работу. Все, красите, ставите, новые ручки, новое, все, все и воздаете без проблем. Отлично. Глобальности не надо. Нужно, чтобы оно было чистое, не пахло. Все. Делочки, видите, как у нас. Да, да. Я просто к тому говорю, что когда ты берешь такую вещь, чтобы сделать из нее конфетку под себя, тоже немного денег надо. Ну, да. Относительно. Ну, относительно. То есть не то, что ты купил за 150 тысяч, еще 150 тысяч ты там приводил. Нет, ну, в месяц еще это достаточно. Я хочу еще обратить внимание ваше на вот эти стекла. Вы видите, везде сетка, во-первых. Да. Во-вторых, это стекла, мы опять возвращаемся, что это стекла идут 88-90-х годов. Но они выдерживают все ураганы. У нас все ураганы, оно все выдерживает. Ну, я уже слышал, как они звук держат, невероятно. Да, да. Вот что значит строительство того времени. Мы покидаем эту комнату и приходим. Тут у нас, значит, еще одна спаленка, а тут у нас гостевой туалетик. Вот он. Очень миленький, знаете, он такой непритязательный, но милый. Милый. Вот тут шкафчики. И вот сама спаленка. И тоже большая спаленка. Света, давай ты у нас квадратными метрами измеряешь. Здесь чуть меньше. Но я уже говорила, что вот это третья, вторая стадия, а есть третья, четвертая стадия, которые здесь не надо выходить. То есть получается два мастера метра, она оттуда дверь там. Здесь можно сделать дверь, пожалуйста. Ну, а там уже сделано. Там уже сделано, там уже закрывается эта дверь. Здесь закрыть, здесь открыть. Можно так тоже, а зачем? Потому что когда люди живут румейты, понимаете, опять, их и студенты, кто-то. А, дурумейтов, хорошо. Они совершенно, это идеальный вариант. Они друг друга не видят, и не слышат. Это распространенный вид такой. Два, два, эти. Здесь же очень много колледжей, мы забыли еще про это сказать. Несловно. Здесь очень много колледжей. Здесь очень много, у нас всяких университет. У нас нету. Вот прямо тут локальненько. Здесь локально, да. Здесь у нас, начиная от кулинарии, которая вообще чуть ли там не пять звезд. Так. Самый такой. А у нас ФАИ очень большой, это Флоридский университет, который, ну, на хорошем уровне. Это колледж по кулинарии? То есть, студенты, это составляет основную часть тоже вентора. Много, много. Это очень много. А иностранные студенты тоже? Много. И вот для иностранных студентов, поэтому даже вот выделено то, чем я вам говорю, что кредитная история вот как-то обходится. В общем, решаемо. Есть вопросы, которые решаем. Отлично. Ну что же, хорошо. Спасибо. Спасибо. Все.